Мухаббат Карабаева на рынке торгует давно, но сегодня витрину с домашней продукцией, аджикой, салатами вынуждена закрыла от покупателей. Продавать это теперь нельзя. Товар не промаркирован, а значит потенциально опасен. К тому же может нагрянуть комиссия с проверкой. Какую маркировку я могу сделать, если это у меня домашняя заготовка? Нужна какая-то бумажка, что они не отравлены, что у них там все хорошо. Ну домашняя заготовка какая может быть отравленная? Какая маркировка может быть на квашеную капусту? Вообще нас заводят в такой тупик, так и так вот с концами еле-еле сводим. Но парадокс в том, что вот в антисанитарных условиях где-то на лавочке, на заваленке у магазина, на картонном ящике, на коробке они право торговать имеют, а в нормальных цивилизованных условиях на тех же рынках уже нет. Часть мест на рынке и вовсе опустела. Там, где раньше бойко шла торговля домашними заготовками, сейчас лишь пустые витрины. Женщина много лет здесь стояла, торговала, причем у нее очень хорошая продукция, очень качественная, со своего огорода. Они сами в лес ездят, заготавливают. Люди буквально в очередь выстраивались. Ну все запретили торговать. А в чем причина? Ну, скорее всего, нет этикеток, должны быть этикетки, но так как она, ей это просто невыгодно будет, она же и за аренду платит. Бабушки пытаются узнать тоже, как это будет. Их заставляют стать самозанятыми. А для того, чтобы стать самозанятыми, они должны там где-то зарегистрироваться и получить пиар-код и по нему работать. Ну, ни одна бабушка сегодня телефоном пользоваться не может. Рынок всегда считался таким местом, где можно прийти было, купить свежую продукцию от производителей, от бабушек, с подворьев, с колхозных. Но сегодня это все, к сожалению, отходит на второй план. В ближайшее время купить и свежее мясо с фермерских подворьев тоже будет проблематично. К тому же такая мясная продукция может вырасти в цене. За килограмм придется заплатить больше на 100 и даже 200 рублей. Распоряжение поступило, что до 15 апреля запретить все дворовые забои мяса, то есть, чтобы только мясо шло через бойню. Я не знаю, как они это объясняют, что такое мясо, которое с комплекса лучше проверяется, лучше там обработке там всякой подвергается, а что вот больше болезней все-таки находится в мясе, которое со дворов. Вышел закон, если бойня есть, через бойню мясо привезут, то тогда вы можете. Бойня в среднем, вот сейчас этот коснулся вопрос нас, так как у меня тоже мясо, столы стоят. Бойня стоит 5 миллионов. Сами понимаете, сейчас предприниматель берет бойню 5 миллионов. Что надо сделать? Окупить. Значит, это все ляжет на цену мяса. Малому бизнесу просто не дают развиваться и наполнять свои продукции рынки. Именно так считает председатель правления Алтайского союза предпринимателей. Идет серьезная борьба между крупными торговыми сетями, с одной стороны, между крупным бизнесом в лице агрохолдингов, крупных перерабатывающих предприятий и малым средним бизнесом за рынки сбыта. И малый бизнес проигрывает. Мы должны понимать одну простую вещь. Все новшества, которые сегодня применяются, эти инновации, они ведут к удорожанию товара. Естественно, за все заплатит покупатель. Отстаивать права малых предпринимателей, а бабули, торгующие домашними заготовками, тоже к ним относятся, намерены продолжать. Иначе малый бизнес просто умрет. К тому же Юрий Фридц уверен, нельзя лишать покупателей свободы выбора, в том числе ценового. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.